Александр Емельяненко Его ненавистники считают его мешкобоем, проигравшим всем именитым соперникам. Его фанаты напротив, боготворят его физические данные и ударную технику, списывая все поражения на весьма непростую судьбу и образ жизни. В любом случае, вы на канале надо знать, и сегодня вы увидите абсолютно все победы и поражения Александра Емельяненко в профессиональной карьере, а уже выводы сделаете сами. Первый свой профессиональный бой Александр провел в Прайде 5 октября 2003 года против бразильца Суэрио Сильва. Сильва к тому моменту имел статистику 8 побед и 2 поражения. Бой был довольно тяжелый, в первом раунде Александр доминировал, но во втором чуть не попался на удушающем. В конечном итоге, после долга возни в партере, Александр выиграл раздельным решением судей. 31 октября того же года Александр встретился еще с одним бразильским тяжеловесом Анжелой Араужа. В конце второго раунда, находясь в партере, у Анжелы появилось рассечение, и бой остановили, присудив победу Александру. 23 мая 2004 года Александр вышел против Мэтта Фокки. Александр тотально доминировал как в стойке, так и в партере над малогабаритным соперником, но победу решил закончить и удушающим на третьей минуте первого раунда. Четвертый свой бой Александр провел против легенды миксфайта Мирка Филипповича, также известного как Крокоп. Бой начался активно, но сразу было понятно, что Александр по всем параметрам уступает Мирка Филипповичу. Крокоп был наголову лучше в стойке и купировал любые попытки Александра перевести в партер. Уже на второй минуте Александр был нокаутирован. 9 октября 2004 года в Санкт-Петербурге Александр встретился в клетке с бразильцем Карлосом Бореттой. Карлос в тому моменту имел уже 6 поражений и 14 побед. Бой продлился 3 раунда. Все 3 раунда Александр осуществлял контроль соперника и победил единогласным решением судей. 31 октября 2004 года Александр в бою встретился с британцем Джеймсом Томпсоном. На тот момент британец имел 6 побед и 1 поражение в своей профессиональной карьере. Джеймс очень активно начал бой в своем стиле, за что быстро поплатился уже на 11 секунде боя. 3 апреля 2005 года в сопернике Александру был выбран бразилиц Рикардо Морейс. Рикардо был известен по боям в Москве в 1995 году. Тогда он провел победную серию над малоизвестными российскими бойцами. На момент встречи с Александром он имел серию с 9 побед, 4 поражений, 1 ничьей и был старше на 14 лет. Уже на 15 секунде Александр закончил бой красивейшим нокаутом. 9 октября того же года Александр встретился с голландцем Рене Рузом. Бой был короткий и полностью прошел в стойке. Уже на 28 секунде первого раунда Александр победил. 31 декабря 2005 года Александр вышел против польского дюдаиста Павла Настула. Для Павла это был второй бой в его профессиональной карьере. Предыдущий свой бой он проиграл бразильцу Антонио Родриго. Бой проходил раунда. Бой был равный, с переменным успехом. Но ближе к 9 минуте Александр выиграл удушающим. 5 мая 2006 года Александр встретился с Джошем Барнеттом. Барнетт к тому моменту проигрывал только Каракопу и Педро Ризо и считался одним из топовых бойцов. Бой был довольно непростым, но во втором раунде Барнетт провел Александра в партер и победил болевым на руку. 10 сентября 2006 года Александр сошелся в ринге на тот момент со своим другом Сергеем Харитоновым. Бой был довольно равный, с переменным успехом доминировали оба бойца. Но на 6 минуте Харитонов в стойке пропускает несколько ударов и принимает решение восстановиться в партере, но там Александр добивает его. 12 ноября 2006 года Александр проигрывает знаменитому бразильцу Фабрису Вердуму удушающим приемом на третьей минуте боя. По иронии судьбы, Фабрису годом ранее проиграл Сергею Харитонову, у которого выиграл Александр. Но всем Фабрису запомнился как боец, который выиграл у обоих братьев Хемельяненко. Причем в обоих случаях победу он удержал удушающим. 14 апреля 2007 года Александр сошелся с американцем Эриком Пеле. Бой проходил в стойке и Александр показал в нем неплохую работу на руках. Уже на 4 минуте первого раунда Эрик упал. 21 июля того же года Александр вышел против Джесси Гибсона. Бой с самого начала перешел в партер. И спустя 3 минуты обнимашек Александр выиграл болевым приемом на руку. 19 октября 2007 года Александр сразился в клетке с американцем Дэном Бобишем. Американец на тот момент имел 17 побед и 8 поражений. Бой с самого начала был активным. Но уже на первой минуте Кабан Бобиш попался на удушающий. Причем Александр выполнил прием стоя. 3 апреля 2008 года Александр одержал убедительную победу над бразильцем Сильвио Сантосом. Бразилец на тот момент имел 8 побед и 4 поражения. И свое пятое поражение он получил уже на второй минуте боя. После серии ударов, пропущенных от Александра, бразилец попытался перейти в партер, где был добит. 21 ноября 2008 года Александр встретился на ринге с малоизвестным корейским бойцом Сен Цу Ли. Бой был довольно активный и проходил в стойке. Корейский спортсмен даже успел несколько раз огрызнуться. Но ударное преимущество было на стороне Александра. И уже на второй минуте 40 секунд корейец упал. 29 марта 2009 года Александр вышел против Ибрагима Магомедова. С самого начала чувствовалось, что Ибрагим нашел слабое место в технике Александра, рассчитывая победить правым хуком. Один из этих ударов прошел, и Александр еле устоял. Но у Ибрагима открылось рассечение, и бой остановили, присудив победу Александру. 3 октября 2009 года Александр решил попробовать себя в профессиональном боксе, выйдя на ринг против такого же дебютанта Хизира Плиева. Итогом этой встречи стала ничья. 23 апреля 2010 года Александр встретился на ринге со шведским борцом греко-римского стиля Эдди Бэнксоном. Эдди безрезультатно участвовал в двух олимпийских играх, и на момент боя имел в профессиональной карьере три победы и одно поражение. Своё второе поражение Эдди заработал от лёгкого левого джеба Александра. Причём некоторые эксперты вовсе считают, что Александр выиграл без удара. 22 мая 2010 года Александр одержал победу над сербским спортсменом Миродрагом Пектовичем. Бой практически сразу перешёл в партер, где доминировал Александр. 18 декабря того же года Александр встретился с австралийским бойцом Питером Грэмом. Питер имел весьма плачевный спортивный рекорд. Всего три победы и целых четыре поражения. Но несмотря на это показал отлично ударную технику. А во втором раунде и вовсе закончил бой. После пропущенных ударов Александр попросту не мог продолжить бой. Хотя бой мог бы закончиться и раньше, если бы не Гонд, который спас Александра в первом раунде. После долгого перерыва 12 ноября 2011 года Александр вновь вышел на ринг. На этот раз против Магомеда Маликова. Магомед к тому моменту имел небольшой послужной список в профессиональной карьере. Всего пять побед и одно поражение. Но несмотря на это Александр потерпел самое быстрое поражение в своей карьере. Уже на 23 секунде первого раунда Магомед нокаутировал Александра. Правый хук точно прошел в цель. Сложилось впечатление, что Магомеду подсказал, как работать с Александром другой дагестанский боец. Ибрагим Магомедов, который проиграл Александру из-за рассечения. 21 декабря 2011 года Александр победил болевым приемом на руку бойца из Казахстана Талегена Акалбекова. 17 марта 2012 года Александр сродился с литовским бойцом Тадосом Ренкявичусом. Бой был активным со зрелищной работой в стойке. Но во втором раунде на третьей минуте после серии ударов Тадос сдался. Победа за Александром. 6 июня того же года состоялся реванш Александра с Ибрагимом Магомедовым. Ибрагим попытался повторить тактику своего предыдущего боя. Но в итоге снова получил рассечение. И снова победа за Александром. 30 сентября 2012 года Александр встретился на ринге с латвийским бойцом Константином Глуховым. По слегка наклоненной стойке Константина было понятно, что он хочет повторить успех Магомеда Маликова ударом справа. И если не рукой, то уж точно хотя бы ногой. Бой был довольно тяжелый. Оба спортсмена понесли нехилый урон. Но в итоге победу решением судья отдали Александру. 15 ноября того же года Александр встретился с борцом Джеффом Монсоном по прозвищу Снеговик. Сильные и слабые стороны Джеффа знают все. Поэтому Александр с самого начала избегал партера. Но во втором раунде Джефф завел Александра в партер и сделал то, что умеет лучше всех. Александр проиграл удушающим приемом север-юг. 25 мая 2013 года Александр одержал убедительную победу над Бобом Сапом. Хотя для большинства это не было удивительно. 4 июля того же года Александр встретился с бразильцем Жозе Родриго. Уже на первой минуте было ясно, что у бразильца нет шансов. Бой закончился на 1 минуте 40 секунд победы Александра. 25 января 2014 года Александр проиграл молодому ученику Алексея Олейника Дмитрию Сосновскому. Дмитрий сразу перевел Александра в партер и сделал все то, что советовал ему тренер. Несмотря на то, что Дмитрий получил рассечение, Александр проиграл уже на 2 минуте. Далее Александр сидел в тюрьме. Подписывайтесь на канал Надо Знать, если хотите знать больше. Там как раз есть видео, посвященное биографии Александра Емельяненко. Свой первый бой после отсидки Александр провел 27 сентября 2017 года против бразильца Жеронима Дос Сантоса. Александр доминировал с самого начала и победил уже на 36 секунде. В том же году в Грозном Александр одержал убедительную победу над Вёрджилом Цвикером. Вёрджил на тот момент имел 16 побед, 6 поражений и 1 ничью. 4 марта 2018 года Александр одержал победу над польским бойцом Шимоном Байером. Имевшим 17 побед и 7 поражений. 5 мая того же года Александр нанес 12 поражение в карьере бразильскому бойцу Габриэла Гонзаги. Бой растянулся на 2 раунда. 9 июля 2018 года Александр победил Виктора Пешта. Все во втором раунде. В том же году Александр вышел против американца Тони Джонсона. Бой растянулся на все 3 раунда и был весьма равный. В итоге решением судей – ничья. 29 ноября 2019 года Александр провел бой по правилам бокса против тиджал-атлета Михаила Кокляева. Несмотря на то, что Кокляев боевым видом спорта не имеет никакого отношения, он обещал показать достойный бой. Но и ринг расставил все на свои места. Александр Емельяненко одержал сокрушительную победу в первом раунде над Михаилом Кокляевым. 24 июля 2020 года в Сочи Александр встретился в октагоне с Магомедом Исмаиловым. Александр обещал расправиться с Магомедом без особых усилий, и многие ему поверили. Магомед был почти на 20 сантиметров ниже и в среднем весил на 30 килограмм легче. Но бой все расставил на свои места. Магомед с легкостью перебивал Александра в стойке и борол в партере. Причем бой он мог закончить уже в первом раунде, но спасительный гонг отсрочил быструю победу. В итоге Магомед Исмаилов нанес унизительное поражение Александру Емельяненко в третьем раунде техническим нокаутом. После такого поражения Александр многие списали со счетов. Он начал пить и потерял форму, но в 2021 году появилась надежда на возвращение этого легендарного бойца. В 2021 году Александру предстоит бой с блогером Артемом Тарасовым и рейпером Джиганом. Также возможны реванш с Кокляевым и Магомедом Исмаиловым. И, наконец, возможно совершится встреча Александра Емельяненко и Вячеслава Дасака. Все это будет зависеть от нашей с вами заинтересованности, ведь она порождает востребованность. Нам лишь остается ждать, а пока напишите возможные прогнозы исхода боев от встречи Александра с этими бойцами в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Надо Знать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok